Следующей разновидностью формальных логических ошибок являются ошибки категорического силогизма. Простым категорическим силогизмом называют умозаключение, состоящее из двух предпосылок и одного вывода. Например, таков классический силогизм, который традиционно приписывают Аристотелю. Все люди смертны, Сократ – человек, следовательно, Сократ смертен. Утверждение «все люди смертны» и Сократ – человек играют роль предпосылок, а Сократ смертен – это вывод. И в этом силогизме связаны три термина – человек, смертность и Сократ. Так вот, в силогизме всегда должно быть три и только три термина. Если же их четыре, или же если один и тот же термин используется в разных значениях, мы имеем дело с ошибкой, которая называется «учетверение термина». Например, нужно что-то делать для роста церкви. Кататься на велосипеде – это что-то делать. Следовательно, для роста церкви нужно кататься на велосипеде. Умозаключение вроде бы построено правильно, но термин «что-то делать» в посылках употреблен в разных значениях. В первой посылке идет речь о предпринимаемых полномерных усилиях вообще, а во второй – о конкретном занятии. Следовательно, эти два понятия, хотя они обозначены теми же словами, являются разными. Конечно, вложив некий особый смысл в выражение «кататься на велосипеде», например, «ходить с неверующими велосипедные походы», мы могли бы добиться истинности вывода. Но к указанному силогизму это все равно не имело бы никакого отношения. Вообще стоит отметить, что в случае неправильного составления силогизма или в случае использования ложных предпосылок, вывод может оказаться истинным. Например, мертвецы синеют, мертвецы на небе, следовательно, небо синее. Вывод правильный, но это чистое случайное совпадение. Только правильно составленный силогизм с истинными предпосылками гарантирует истинность вывода. Многие формально-логические ошибки связаны с нарушением правил построения простого категорического силогизма. Правил распределения терминов, правил посылок, правил фигур. К примеру, если переиначить аристотельский силогизм таким образом, все люди смертны, Рональд смертен, следовательно, Рональд – человек. Он станет логически ошибочным. Рональдом звали моего пса, который не избежал участи всех смертных, и вывод фактически ошибочен. Но даже если бы Рональд был человеком, к примеру, это 40-й президент Соединенных Штатов Америки, такое ему заключение остается ошибочным. Логически в нем нарушено правило построения силогизма. Подробнее о всех этих правилах и возможных нарушениях опять же рекомендую посмотреть в книжке «Основы логики». Субтитры создавал DimaTorzok